Добрый день, уважаемые депутаты! В 2014 году деятельность комитета и учреждений социальной защиты населения была направлена на повышение адресности, социальной помощи, минимизацию уровня бедности населения, повышение доступности и качества социального обслуживания. На исполнение почти 40 государственных полномочий в сфере социальной защиты населения нам были направлены финансовые средства в объеме 420 млн 146 тыс. рублей, что на 14% превышает показатели 2013 года. За прошлый год в комитет поступило 25 480 обращений. Службой «Одно окно» принято свыше 9500 человек. В основе работы с населением частью предоставления мер соцподдержки была широкая разъяснительная работа, в том числе с использованием возможностей средств массовой информации и интернета. Сегодня на сайте комитета гражданин может получить информацию о мерах соцподдержки различных категорий населения, работе социальных служб и предоставляемых им услугах, новости в сфере социальной защиты населения. 30 социальных государственных услуг в электронном виде. Сделано 3 974 запроса в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Самыми массовыми по охвату населения формами социальной защиты граждан являются предоставления социальных выплат и иных мер соцподдержки. В прошлом году в нашем районе те или иные меры соцподдержки были предоставлены более 32 тысячам граждан. Это 40% населения районов. Среди пенсионеров 80% помимо пенсии получают еще какие-либо дополнительные выплаты. Средняя сумма субвенций федерального и областного бюджетов, поступивших в комитет в расчете на одного получателя мер соцподдержки, составляет свыше 16 тысяч рублей в год. Комитетом социальной защиты населения назначаются и выплачиваются более 100 видов социальных выплат. На социальные выплаты в 2014 году израсходовано 410 миллионов рублей. Малоимущие семьи детьми за счет социальных выплат преодолели в 2014 году четвертую бедность. Дретья древняя умность гласит, сегодня вы не защитили детей, завтра некому будет защищать вас. Проводимая в Минградской области государственная социальная политика традиционно направлена на поддержку семей и детьми. 2014 год был объявлен годом детства, в рамках которого комитетом осуществлялась реализация мероприятий, направленных на улучшение демократической ситуации в районе, сохранение семьи по социальному институту, показания адресной помощи каждой конкретной семье. Индексация по первому вопросу, индексация выход в связи с инфляцией в 2015-2016 годах? Она ежегодная. Ежегодная. И второе, это два года, она с презентацией. Вопрос актуальный, суды действительно не увеличиваются, последние годы планируются или увеличения, или суды остаются на том же уровне и в 2015 годах? Ну, мы этот вопрос понимали, мы проработаем все достаточно. Спасибо. И по университет третьего возраста, скажите, что самым наиболее востребованным управлением? Компьютерным. О работе комитета по управлению Минскому муниципальному району в снижении недоимки по арендной плате. Добрый день, дорогие депутаты. Сегодня мы представляем вашему сведению анализ работы по снижению недоимки по арендной плате в Кингисепском муниципальном районе. Претензионная исковая работа в Кингисепском муниципальном районе организована с 2010 года. Недоимка на тот период времени составляла 52,5 миллиона рублей по арендной плате. Это по всем поселениям. Для осуществления претензионной исковой работы в Кингисепском муниципальном районе в Кингисепсе по управлению имуществом был создан отдел нормативно-правовой деятельности претензионной исковой работы. Фактически за период с 2010 года по 2014 год проведена активная работа, направленная на уменьшение недоимки. В результате проведенной работы за период с 2010 по 2014 год в бюджет Кингисепского муниципального района поступило более 70 миллионов рублей. Наблюдается ежегодное качественное улучшение ведения претензионной исковой работы. То есть задолженности по арендной плате они уменьшаются. Если в 2013 году мы говорили в начале 2013 на 1 января 2013 мы говорили о недоимке по арендной плате в размере 56 миллионов рублей то к 1 января 2015 года недоимка сократилась значительно и составляла порядка 33 миллионов. Отработанная, то есть та недоимка которая уже находится у судебных приставов она составляет порядка 22 миллионов. То есть это уже исполнительные листы которые направлены по решениям суда в службу судебных приставов и остается только текущая недоимка которая у нас получается ежегодно. Мы ежепартально предоставляем информацию сколько и по каким должникам направлены исковые заявления в суд и в каком состоянии находится вообще претензионная исковая работа в каждом конкретном поселении. Вообще, как вы проверяете обоснованность отказа службы судебных приставов представление, вернее информация о невозможности заседания? Как это проверяется? Если мы не полномочны вообще контролировать службу судебных приставов то мы их можем только спросить о том, насколько обоснован ваш отказ. Естественно, что мы направляем запросы мы направляем повторно полученные от них исполнительные листы и указываем если, допустим, а в основном все отказы службы судебных приставов основываются на том, что неизвестно местонахождение должника и сведения о его имуществе то мы по возможности делаем запросы о его имуществе то есть представляем выписки из ЕГРП прикладываем к повторному направлению исполнительных листов и одновременно мы прикладываем выписки из налоговой о том, что юрлицо является действующим о том, что местонахождение его известно и то, что стандартная фраза неизвестное местонахождение оно опровергается представленными документами уважаемые депутаты в Вистинском сельском поселении деревня Вистина на улице Солнечная дом 4 имеются встроенные помещения в многоквартирном доме которые являются собственностью муниципального образования Кегисевский муниципальный район в данных помещениях колхозом Балтика и администрации Вистинского поселения в свое время были размещены для проживания 4 семьи в связи с тем, что в соответствии со 131 федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение граждан проживающих поселения живыми помещениями в соответствии с пунктом 3 частью 2 статьи 50 указанного закона собственностью поселения может находиться жилищный фонд, а также те помещения, которые необходимы для его эксплуатации и советом депутатов Вистинского сельского поселения 23 апреля было принято решение о приемке встроенных помещений многоквартирного дома общей площадью 134,4 квадратных метров собственность муниципального образования Вистинского сельского поселения предлагается принять решение о передаче вышеуказанного имущества в собственность муниципального образования Вистинского сельского поселения Единогласно 20 за решение следить. Мы занимались как раз этими сотрудниками данного муниципального автономного учреждения. Срок договора истек. Поэтому выносится на рассмотрение решение о заключении нового договора. Единогласно. Спасибо. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты. При подготовке данной методики использованы нормативно-правовые акты. Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс. Соответственно, устанавливается данным решением, данным проектным решением, предлагается установить базовую ставку платы за пользователи жилыми помещениями за 1 квадратный метр в размере 130 рублей за 1 квадратный метр. И утвердить методику в том виде, в котором предлагается администрация муниципального названия. Программа принята порядка 100 миллионов рублей по приобретению квартир для служебного найма именно как работникам бюджетной серии. Это подавляющиеся учителя и врачи. Практически официально заявляю, что практически все врачи у нас в больнице снимают жилье или живут под оговором служебного найма, не коммерческого. Коммерческий найма, я понимаю, что действительно на 1, на 1, на 1, на 2, на 3, в дальнейшем есть возможность перевода либо служебный найм всегда этих помещений, либо же предоставление других помещений собственности или служебный найм категория бюджетника. В сфере организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения. Установить, что расходными обязательствами муниципальный район по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочия установленных российским законодательством является изыскательские и проектно-сметные работы, включая экспертизу проектов по объектам электро- и газоснабжения, именно находящиеся в собственности. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты электро- и газоснабжения, в том числе включая в себя экспертизу авторского надзора, строительный контроль и авторский надзор. Ремонт и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, находящихся в собственности, именно не включен в производственную программу эксплуатирующей организации. Техническое обслуживание объектов электрогазоснабжения на период по передаче объектов эксплуатирующей организации. Техническое обслуживание объектов электрогазоснабжения на период по передаче объектов электрогазоснабжения. Техническое обслуживание объектов электрогазоснабжения на период по передаче 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 объектов электрогазоснабжения на период И вот самый собираемый налог вообще по доходу налог увеличился в два раза недоинка. В целом на 3,3 миллиона рублей, по налоговым доходам на 6,7 и основной причиной является доначисление по актам выездных проверок, что касается налоговых доходов. По налоговым доходам недоинка уменьшилась на 3,3 миллиона рублей. Причина поступления суммы недоинки прошлого года. Спасибо.